Вот это тоже достаточно интересный реквизит. На специальной экскурсии посетителям оперного театра показывают реквизит, который использовался в разные годы в разных постановках. Вот косынка с золотым шитьем, которую часто использовали артистки театра в самых разных постановках. Вот черевички из одноименной оперы или меч из балета «Спартак», в котором в далеком 1979 году блистал солист балета Валерий Миклин. И вот здесь у него, и здесь он нам оставил свой авток. Во Всемирный день театра в Нижегородском театре оперы и балета – экскурсии для посетителей. Такой подарок приурочен также и к акции «Ночь театров», которая проходит в праздник. Экскурсия, рассказывающая об истории нашего театра, я бы сказал, о славной истории, от дни его основания, может быть, даже немножко о предыстории до наших дней. Вот такой уникальный случай предоставился, когда публика может увидеть не только сидеть в зале, что происходит на сцене, но и немножко подглядеть, что происходит за сценой. А вообще, за время пандемии нижегородцы и гости столицы Приволжья явно соскучились по театрам. И на спектакли, и на экскурсии, и на концерты идут с удовольствием. А некоторые и вовсе пришли в оперный театр, чтобы посмотреть, каким он стал после ремонта. Мы вот, например, с мужем, мы впервые в театре. Ну, сразу такая атмосфера театра, приветливая такая, нарядная. И вообще, вот, ты чувствуешь, что ты попал в театр. Вот антураж такой театральный. Всё это очень приятно, очень. Профессиональный праздник работников театра отмечается во всём мире 27 марта. В этом году к празднику приурочена акция «Ночь театров». Она впервые прошла в Нижнем Новгороде и сразу полюбилась нижегородцам. Наталья Лисова, Алексей Корякин. Время новостей.